По уточненным данным Банка Кореи, опубликованным 8 августа, профицит текущего платежного баланса страны составил в июне 5 миллиардов 870 миллионов долларов. Один из основных экономических показателей сохраняет положительное значение второй месяц подряд. В январе, феврале и апреле текущего года он был отрицательным. Достижению профицита способствовали благоприятные показатели товарного баланса. Его профицит составил в июне 3 миллиарда 980 миллионов долларов. Экспорт составил 54 миллиарда 140 миллионов долларов, сократившись на 6% в годовом исчислении. Данная ситуация обусловлена тем, что зарубежные поставки полупроводников упали за тот же период на 28%. Нефтехимической продукции на 22% нефтепродуктов на 40,9%. Импорт составил в июне 50 миллиардов 150 миллионов долларов, сократившись на 11,7% в годовом исчислении. Главным образом это вызвано сокращением ввоза энергоносителей на 27,3%. Импорт превышал экспорт с марта прошлого по май этого года из-за высоких цен на энергоносители. Это был самый продолжительный дефицит торгового баланса с 1997 года. Правительство поставило цель увеличить экспорт в этом году на 0,2% по сравнению с прошлым годом, хотя эксперты прогнозируют его дальнейшее сокращение. Продолжение следует...